ребят всем привет и сегодня я расскажу вам о работе в андоре о том как ее искать о том как проходят собеседование о том как подавать документы в иммиграционную службу о том сколько их ждать ну и о том как принимают иммигранта на новой работе поделюсь личным опытом и расскажу все все они все такие скажем так маленькие нюансики которые могут смущать при получении резиденции и так перед тем как вообще собираться ехать в андору искать себе работу и так далее нужно подготовить документы нужно сделать апостиль и перевод всех необходимых документов которые есть на сайте миграционной службы в андоре перевести это все на испанский или каталанский язык но в основном переводят на испанский то что я готовила это был диплом это справка о несудимости справка о том что состоите не состоите в браке вдова вдовец либо же в разводе трудовая книжка с опытом минимум шесть лет на той должности которой вы хотели бы работать в андоре будет официант продавец там менеджер администратор и ну и далее 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 по списку фотографии три с половиной на четыре с половиной что еще по-моему собственно все ну и когда уже все документы будут готовы вы их уже все перепроверите можно будет собирать чемоданы можно будет заказывать билеты можно будет бронировать себе гостиницу ехать искать себе работу по факту уже в самой андоре нужно предлагать свои услуги вам не нужно будет отсылать уже сидя в андоре на свое резюме и ждать когда же он мне позвонит когда же он увидит этого трудоспособного работника до меня возьмут здесь потрохами меня здесь заберут туда-сюда нет вам нужно будет идти и предлагать свои услуги если у вас трудовой книжки написано к примеру опыт администратора в отельном бизнесе восемь лет вы можете ходить только по гостиницам в андоре и предлагать свои услуги если это продавец с опытом работы в семь лет то выходит только по магазинам ну и не далее по списку суть в том что вы ходите только в те места какой опыт у вас написан вашей книжке трудовой либо есть вариант поиска работы в интернете нужно будет разбрасывать свое резюме на двух языках это испанский и английский в рестораны гостиницы там бары магазины и так далее я такого не пробовала делать но говорят что такое возможно но говорю сразу без знания испанского языка без знания каталанского языка вас не возьмут работать в банке или вас не возьмут работать юристом или вас не возьму какую-то круту распояренную компанию потому что в основном здесь общаются на испанском французском и каталанском языке эти языки здесь более предпочтительны нежели английский язык только зимой когда начинают съезжаться туристы в большом количестве приезжают очень много русскоговорящих и англоговорящих туристов поэтому устроиться на работу в андоре проще и лучше всего зимой это я вам говорю по собственному опыту потому что я приезжала в андорру летом и я столкнулась очень многими нюансами когда я пришла на собеседование на удивление у меня не было моих трех любимых вопросов которые я очень часто получала в украине это первый вопрос почему на наша компания почему выбрали ее второй вопрос какую заработную плату вы хотели бы иметь ну и третий вопрос кем вы себя видите через пару лет это вот просто топ-3 моих любимых вопросов в андоре мне таких вопросов не задавали было интересно кем я работала было интересно узнать мои навыки было интересно узнать как я хорошо знаю английский язык и был интерес знать как хорошо я воспринимаю и понимаю испанский язык а так в основном со мной общался мой работодатель он мне рассказывал о том какие обязанности должна будет выполнять готова ли я выполнять все то что мне поручили готова ли я соблюдать рабочий график о моих выходных днях о отпуске мне рассказывали о моей заработной плате о контракте который я заключаю беседа была вообще неформальная беседа была адекватная не было вот этих моих любимых вопросов было куда лучше проще это все проходить когда я прошла собеседа следующий день а я уже общалась с бухгалтером я отдавала весь пакет документов и работодателю и подписывала договора через день мы поехали в иммиграционную службу вместе с ней подавать мои документы мы подали мои документы вышли все хорошо через пару дней уже звонят мне с иммиграционной службы и говорят что не хватает двух документов не хватает штампов пенсионного фонда в моей трудовой книжке и не хватает моих оценок к диплому но я выкрутилась и мои оценки мне переслали мои родители я их перевела в уже в андорре на испанский язык и подала все было хорошо а потом со штампом пенсионного фонда я нашла закон украины о том что он мне не нужен не обязателен и перевела тоже на испанский подала но документы я ждала два месяца потому что сезон мертвый потому что никто никуда не спешит работа идет в пол ножки а зимой это все происходит куда быстрее длительность ожидания документов идет где-то дней 10 может быть 14 потому что приезжают очень много иммигрантов которые хотят подзаработать зимой на горнолыжных курортах и как бы я не приезжала в иммиграционную службу там через неделю через две недели мне говорили подождите документы обрабатываются 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 я уже через два месяца когда приезжала в иммиграционную службу спрашивать как-то мои документы я уже в голове думала что мне делать потому что подработок в андорре нет все только по договору вы не имеете права работать в андорре без резиденции без резиденции без этого паспорта маленького я работать не могу ну никто не может разве что если вы там приезжаете покупать какой-то бизнес или создавать какой-то бизнес, ну, либо же какая-то подача на пассивную резиденцию. Но я говорю сегодня именно о том, как получить активную резиденцию с правом на работу именно у работодателя, в каком-то заведении, в каком-то магазине и так далее. И когда я уже, короче говоря, приехала в иммиграционную службу через два месяца, я уже думала, что мне делать как-нибудь. Мне сказали, ваши документы приняты. И я удивилась, потому что я в голове уже настроила, что все, конец, капут, нужно что-то делать, куда-то думать и уезжать на два месяца, приезжать сюда зимой и устраиваться на работу уже зимой, потому что летом, ну, получился голяк, потому что документы ждала два месяца, а справка о несудимости сроком в три месяца, уже, короче говоря, все заканчивается, пора будет уезжать. Но нет, все одобрили, я побежала к своему работодателю, рассказала ему об этом, он обрадовался за меня, меня заобнимали, зацеловали. Короче, я поехала сдавать медкомиссию. Это обязательный процесс перед получением резиденции. Вы приходите на медосмотр, вам проверяют зрение, проверяют вашу спину, проверяют ваше нервное состояние, бьют по коленкам, спрашивают о том, что вы там ломали, есть ли у вас какие-то болезни, были ли болезни какие-то у ваших родственников, родители и так далее, вам делают укол на проверку туберкулеза, как мантук, три дня типа не мочить, все будет хорошо. Через три дня я пришла на медосмотр снова, мне сказали, что у меня все хорошо, нужно оплачивать купас и получать карточку. Я пришла к своему директору, сказала о том, что медосмотр я прошла, мне пора получать карточку мою. Он приехал на следующее утро со мной в иммиграционную службу, отдал мне купас, который он проплатил. Почти 200 евро я его отдала в иммиграционной службе, и сразу же при мне моментально напечаталась моя резиденция. Резиденцию я получила на три года, но с каждый год мне нужно будет эту карточку обновлять. То есть жить я могу здесь три года, но каждый год я должна обновлять свою резиденцию. Вот так вот. И в чем еще есть суть подводного камня? Если вы получаете резиденцию в Андорре, то вы получаете карточку с определенной сферой работы, а это значит, что в течение трех лет, десяти лет, года, полугода вы имеете право работать только в определенной сфере, на которую вас изначально возьмет работодатель. Это не говорит о том, что вы будете полгода работать только в его компании, только, допустим, в его магазине. Вы можете работать в различных магазинах, но вы не сможете работать в отелях, вы не сможете работать в ресторанах, в барах, в банках и так далее. У вас будет только одна сфера. Это такой не самый приятный момент. Когда я уже получила свою карточку, свою резиденцию, я в этот же день вышла на работу. Вышла я в пять часов вечера, работала я до 12 часов ночи. Итак, мой первый рабочий день. Я думала, что все будет намного хуже, но я была удивлена. Когда я пришла на работу, меня мой работодатель представил всему коллективу. Все были очень сильно дружелюбны со мной, улыбка на все 32 зуба, при том, что практически никто из них не говорит на английском языке. И все, что мне объясняли, а сфера для меня новая, в которой я никогда не работала, все объяснения проходят на испанском языке. И нужно этот испанский язык учить, нужно его понимать. Нужно понимать, как минимум, что от тебя просит твой работодатель или твои коллеги по работе. Это очень важно. Мне не отказывали. У меня сначала было общение с девочками и с помощью жестов мы пытались как-то общаться, потому что английского языка они не знают. Я не знаю в идеальном состоянии испанского языка. Некоторые слова я понимала. То есть мне могли говорить 3-5 предложений, я могла знать, допустим, 10-12 слов из этих предложений. И из них я уже собирала одно предложение, то, что от меня хотят. Но вообще с нулевым языком лучше либо не ехать вообще, либо ехать работать зимой. Потому что зимой очень нужны русскоговорящие, милоговорящие люди. Очень нужны, но исключительно зимой, исключительно на полгода. Когда я не знала, что мне делать, я не понимаю ничего в этой сфере, я все время дергала, я все время говорила, а что это, а что это, а что то, а куда отнести это, а куда отнести то. Хорошо я отнесу, хорошо я принесу. И так далее. Как бы много вопросов я не задавала на ломаном испанском, на каком-то английском, которого они не понимают. Мне все равно пытались помочь, мне говорили, расслабься, все будет по чуть-чуть, не нервничай, успокойся, спина напряжена. Мне делали даже массаж на работе. Ко мне подходили, к ребенку, который еще ничего не понимает, ему нужно все объяснять, как делать нужно, как делать не нужно. И это круто. Никто не пытается тебя на работе подсидеть, никто не пытается тебе хамить, язвить. Все всегда прибегут тебе на помощь и не откажут. Не будет этого злого выражения лица, не будет типа отвали, отстань, занимайся своим делом, не мешай мне. Всегда будет помощь. Если это не сделает работодатель, это сделает кто-нибудь из персонала. По-любому помогут. Никто не будет смотреть, как вы там не знаете, что вам делать, куда вам бежать, куда вам что относить. Вам все подскажут, все расскажут. Далее, это работа дирекции, которая меня вообще убила. Я такого еще никогда не видела, правда. Когда заходишь в рестораны, заходишь в гостиницы, куда угодно, дирекция работает наравне со своими нанятыми сотрудниками. Наравне. Если это ресторан, директор может спокойно бегать, как официант, и обслуживать столики. Если это гостиница, он может спокойно сидеть за стойкой администратора и принимать людей на заселение. Ничего какого-то, какого-то, не знаю, постыдства в этом нет. Нет, как в Украине, что я директор, я увольняю, я нанимаю, я раздаю зарплату, а ты целуешь меня в жопу, потому что я тебя нанял. Нет никакого высокомерия. Себя ведут действительно наравне. И нет такого, что, допустим, после работы все коллеги между собой там садятся кушать или садятся что-нибудь выпить, дирекция садится за отдельный стол или едет вообще в отдельное место ужинать. Мы садимся все вместе. Все действительно равны. нету какого-то, скажем так, впечатления, какой-то такой социальной пропасти между сотрудниками и между работодателем. Все держатся одинаково. Даже если дети работодателей работают вместе на одной работе, то дети тоже ведут себя вполне адекватно, они выполняют свою работу. к примеру, если это ресторан, там дочь работает, к примеру, барменом, а папа у нее директор этого же заведения, они ведут себя наравне. Нет, к примеру, я там сын твоего директора, поэтому почитай меня и ублажай меня. Ну, нет такого, это дикость. Нет постыдной работы. В Андорре не столь важно, кем ты работаешь, не столь важно, какую профессию ты имеешь. Официант, ну официант, ну продавец, ну продавец, ну не знаю, ну там преподаватель, ну преподаватель. Ты получаешь за это деньги. Работа в Андорре уважается. Если ты работаешь, то ты уже в априори красавчик, потому что работа ценится. Уважают людей, которые работают, которые чем-то занимаются. Каждая сфера уважаема. Как, к примеру, в Украине официантами могут работать люди только те, которые, к примеру, учатся в университетах. Это как работа для дополнительного какого-то заработка, чтобы иметь там какие-то деньги на сигареты или на выпивку. В Андорре официантами может работать, я уже сказала, и директор, и люди, которым по 50, по 40 лет, по 35 лет. Это неплохая работа. И при этом люди могут позволить себе ездить на машинах, покупать, снимать квартиры, дома, ездить в отпуск. Следующий неинтересный такой пункт это отношение клиентов к иммигрантам работающим. На моей работе, когда я только-только начинала, язык, ломанный язык ужасный, в основном английский, и даже когда ко мне обращались на испанском, я все равно в тупую могла отвечать на английском. И самое интересное, что людей это забавило. Они как-то так непонятно на это все реагировали, не было никакого такого удивления, типа, я твой клиент, я хочу получать уважение, я хочу получать полный спектр услуг, я хочу, чтобы ты со мной говорила исключительно на моем языке, будь это французский, или будь это испанский, или будь это каталанский. Они смеялись, и они мне помогали даже в некоторых моментах в том, чтобы я предоставляла эти услуги. Они нормально к этому относятся. Да, это забавно, это весело, даже могли что-то сделать за меня, потому что я вообще не понимала и не отстреливала даже близко, чего от меня хотят. Либо же какими-то жестами это показывало, но людей это забавило. Да, есть и такие люди, есть и такие туристы, которые приезжают и ведут себя очень высокомерно, но таких людей я встречала, наверное, буквально за все время, ну, раза два-три, может быть, где-то так. А в основном люди все понимающие и реагируют на это все с улыбкой. Даже все равно, даже клиенты, которые со мной вместе не работают, пытаются мне помочь, пытаются со мной разговаривать. И есть постоянные клиенты уже, которые могут мне говорить на испанском языке, а я с ними все равно общаюсь на английском языке. Мы друг друга не понимаем, это делается специально, но это смешно. По поводу дресс-кода в Андорре, я его на самом-то деле так и не заметила. Я видела людей, которые работают в банке, я видела людей, которые работают в миграционной службе, я видела людей, которые работают в гостиницах, и дресс-кода нет, люди одевают там футболки какие-то, джинсы, вьетнамки даже могут одевать. У меня на работе, к примеру, дресс-код это просто черная одежда, будь это джинсы, юбки, толстовки, футболки, кофты, не суть, главное, чтобы это был черный цвет. То есть в Андорре никто не заставляет носить повседневно рубашки белые, повседневно носить брючные костюмы, маленькие узенькие пиджачочки, из которых хочется просто вылететь, потому что они неудобные, женские какие-то каблуки или мужские, любимые наши туфли с носком, эти туфли и ноги можно просто выкинуть, конечно, после жары в плюс 32. Нет в Андорре дресс-кода. Все как-то немножко, даже не немножко, все очень просто, все намного проще. Ну и по поводу зарплаты, кстати, тоже интересная тема, потому что я не буду озвучивать, говорю сразу, зарплаты, кто сколько здесь получает, я только знаю, что минимальная зарплата в Андорре это, по-моему, 1200 евро, и люди не говорят здесь о том, кто сколько получает, не ведутся беседы на такие темы, ну вообще ни разу. Сколько я не была в заведениях, там люди о чем-то разговаривают, мои знакомые, люди с работы, никогда никто между собой не обсуждает заработные платы. Обсуждается все, обсуждается погода, обсуждается работа, сфера, обсуждается то, как ты смотришь на ту или иную ситуацию, короче, разговоров может быть много, всяких там новостях, и тому подобное, но не о зарплате, не о том, сколько ты получаешь, охватает ли тебе на жизнь, охватает ли тебе на квартиру, на путешествия. В стране, к примеру, когда я жила, встречи с друзьями, со знакомыми, особенно тогда, когда кто-то меняет работу, начинаются 100% вопросы о том, сколько тебе пообещали платить, а какие условия, а как с выходными, а как с отпуском, а как там с премиальными твоими обстоят дела. Но это те темы, которые не всегда вообще нормально обсуждать. И в Андорре я вообще не стыкаюсь с этими вопросами. И это очень приятно, потому что никто не лезет тебе в карман. Интересно знать, какой ты человек, а не то, сколько ты получаешь. Но по поводу выходного дня, здесь вообще огромнейшая разница по сравнению с тем, как проходят выходные дни в Украине. В Андорре, когда у человека есть там один выходной в неделю или два выходных в неделю, это я не говорю за отпуск, я говорю именно за выходные дни. Люди себе спокойно садятся в машину, едут не спеша в ресторанчики, едут не спеша гулять в горы, ну, либо же едут в Испанию на пляж, куда ехать 3 часа, либо едут во Францию, куда ехать 2 часа. Все это делается не спеша, потому что люди знают, люди уверены в том, что всегда будет завтрашний день. Но в Украине, к примеру, когда у человека есть выходной, люди думают, куда им бежать, куда им ехать, что им делать, и думаю, так, поехали в Одессу. Хорошо, поехали. Все, быстро собираем чемоданы. Все, в спешке люди бегут на вокзал, едут в Одессу. Все, в 5 утра уже люди занимают лежаки. Все, быстро бежим занимать, все лежаки. Еда. Быстро хватать всю еду, которая здесь есть. Быстро все надо попробовать, все надо сделать. Музей, пошли гулять в музей. Горы, пошли гулять в горы. До посинения сидят на этих пляжах. Все идет до посинения, как с голодного края. В Андорре все намного спокойнее. Никто никуда не спешит. Всегда люди знают о том, что еще будут эти выходные. И никто никуда не спешит. В отличие от того, как живут в Украине, как будто бы этот выходной, это последний выходной в их жизни. Хочется получить просто полный спектр услуг. Но в Андорре все очень дружелюбные. Куда бы ты ни зашел, будь это ресторан, бар, гостиница, да что угодно, тебя встретят с улыбкой. Даже в обычном магазине одежды. Тебя встретят с улыбкой, с дружелюбием, тебе все покажут, все расскажут. С тобой даже захотят завести какой-то диалог. Могут спросить о том, откуда ты, что ты предпочитаешь, а как ты любишь, а что ты кушаешь, а как ты одеваешься. Ну, короче, любые вопросы, но человек при этом улыбается. С тобой заводят разговор на нейтральные какие-то темы, они вообще не напрягают. Каждые 3-5 минут официанты могут подбегать за твой столик, спрашивать, все ли у тебя хорошо. А может ты чего-нибудь хочешь, может тебе чего-нибудь не хватает, а что бы еще принести. Вот эта забота и дружелюбие, оно проявляется. И хочется и по 3 часа, и по 5 часов сидеть в этом ресторане, выпить какой-нибудь дополнительный бокальчик вина, или дополнительную чашечку кофе, или здесь еще какой-нибудь десертик. А вот в Украине, к примеру, когда я заходила в заведение, я видела эти угрюмые лица официантов. Они или смотрят в пол, или смотрят на тебя без улыбки, думают непонятно о чем. Наверное, думают обо всем, кроме того, как бы обеспечить комфорт клиенту, который к тебе пришел. И поэтому не хочется сидеть в Украине в заведении ни час, ни два, ни три, а хочется как можно быстрее сделать заказ, покушать и идти решать дальше свои дела. Потому что смотреть на эти угрюмые лица персонала вообще не доставляет никакого комфорта. А в Андорре люди, не знаю, как запрограммированные роботы, эти улыбки уже начинаются с 6-7 утра, когда люди едут в автобусе на работу. Они могут улыбаться, сидеть, слушать музыку, подпевать какие-то песни, либо же на улыбке начать разговаривать с человеком, которого они не могут видеть вообще в первый раз. Но при этом общение происходит уже на улыбке. Как вечером, так и утром люди улыбаются. Они дружелюбно на вас смотрят, дружелюбно относятся, обеспечивают этот комфорт, заботу, что не может не подкупать. Итак, подытожим то, о чем я рассказывала. Во-первых, документы нужно делать еще у себя в стране, потому что в Андорре вы их не сделаете. Ну, разве что справку о несудимости вы сделаете в Барселоне. Второе, найти работу в Андорре реально, но я советую это делать зимой, потому что открывается огромный горнолыжный курорт, куда приезжает очень много русской и англоговорящих туристов, поэтому русские иммигранты, они востребованы. Работу летом тоже можно найти, но контингент летом в основном Испания и Франция, поэтому нужно понимать хотя бы один из этих языков для того, чтобы найти работу, и насчет иммиграционной службы. Летом этот трепет очень много нервов, потому что никто не отвечает о том, сколько ждать, когда вы получите документы, когда вы сможете приступить к работе. Зимой это все происходит буквально за 10 дней, потому что очень много иммигрантов приезжает, все хотят работать, и всех надо по-быстренькому пропустить. Сезон длится как раз с декабря по май месяц, купосы работодателям выдаются в ноябре месяце, поэтому лучше всего начинать переезжать уже в ноябре, искать себе работу и подавать документы. Ну и по поводу работы, о том, что работодатели совершенно по-другому принимают иммигрантов, о том, что персонал принимает иммигрантов дружелюбно, всегда с помощью и всегда протянут руку и не оставят никого в беде, не оставят никого в недопонимании о том, что ему делать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!